Друзья, всем привет! Я Рома, ваш контракультурный гид. Так как это первое видео на моем канале, думаю, нужно сперва немножко рассказать о себе, чтобы зрители понимали, что тут происходит. Поэтому сперва будет небольшая вступительная речь, а затем уже пойдет, собственно, оригинал контент. Вообще, некоторым зрителям я более известен как автор телеграм-канала Rubbish Music, где я пишу о всяких музыкальных группах, которые нафиг никому не сдались. Кроме того, у меня есть одноименный ютуб-канал, а с недавних пор еще и ютуб и телеграм-каналы под общим брендом Контракультурный гид. Когда-нибудь я объясню, зачем так сделал, а пока что можете подписываться на этот канал, бить в колокол, чтобы не пропустить новые видео. Также уже можете бежать в комментарии и говорить о том, какой я дурак, и лучше бы не позорился. Еще, кстати, если вам вдруг понравилась моя мордашка, что, конечно, сомнительно, то можете также подписаться на меня в одной из запрещенной соцсетей с картинками. Там меня можно найти по юзернейму MaximumRepost. МаксимумRepost. Максимальный репост. Я думаю, теперь всем понятно, что нужно делать с моим контентом. Давайте сперва кратко расскажу, зачем я завел этот канал и что здесь будет. Вообще гениальных идей у меня, как всегда, много. Здесь я планирую делать разные форматы, например, подкаст, как сейчас. Кстати, так как это подкаст, то можете смело уходить от экрана по своим делам, потому что особо ничего интересного в кадре происходить не будет. Зато вы не будете видеть мою мерзкую рожу. Еще заранее извиняюсь за свой голос. Я понимаю, самого бесит, но чем природа наградила, то имею. Сорян. Также планируются и другие форматы, например, интервью в стиле одного известного иноагента. Но пока не буду раскрывать все карты, а то потом будет неинтересно. Как обычно, это будет что-то очень нишевое и для задротов. Поэтому, если ваши музыкальные интересы не уходят дальше новинок поп-индустрии, то можете смело закрывать вкладку и идти к своему любимому EFORT Channel и его собрать им. Ну а остальным, добро пожаловать, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будет что-то очень интересное и прикольное. Сегодня расскажу вам об одном малоизвестном, но довольно крутом рок-коллективе из берегов Туманного Альбиона. Это, если что, Великобритания. Итак, поехали. Наверное, к каждому знакомы с ситуацией. Батя с дедом сели вечером за стол, выпили водочки, да и сцепились по пьяни на счет того, кто был круче на британской андегранной сцене конца 80-х годов. Обычно споры ведутся вокруг таких имен как Godflesh, Napalm Death, Carcass, Surf Road. Дельные эрудиты вспомнят Heresy. Кстати, я уверен, за мой английский в аду для меня приготовлен отдельный котел. Но я еще не встречал живого человека, который помнит славную группу Intense Degree. И это, конечно, меня несколько печалит. Точная дата основания не сохранилась. Но зато известно, что до 88-го года ребята хоть бы существовали как коллектив, но даже не имели каких-либо записей. И тем не менее, каким-то образом, даже в отсутствие интернета и телеграма, на них обратил внимание и пригласил к себе на эфир Джон Пилл, известнейший и влиятельнейший британский радиоведущий, открывший миру множество легендарных музыкантов. Вот просто навскидку. The Jesus and Mary Chain, The Smiths, Joy Division, The Cure, Sonic Youth, Cogto Twins, New Order. Список внушительный, не правда ли? Так вот, в феврале 88-го года Intense Degree сходили на шоу Джона Пиллу и отыграли небольшой сет, позже вышедший на виниле. Естественно, после такой подсветки молодежь взяла под свое крыло могучий лейбл E-Rake Records, с которым они записали и выпустили в январе 89-го года свой единственный лонгплей под названием War In My Head. Чем был так круче E-Rake, спросите вы? Давайте обратимся к всесильному искусственному интеллекту. Вот что он говорит. Лейбл E-Rake Records является одним из наиболее известных и влиятельных металлических лейблов, специализирующихся на экстремальных жанрах музыки, таких как Grindcore, Death Metal, Doom Metal и другие. Он был основан в 86-м году и с тех пор стал домом для множества легендарных групп и исполнителей в жанрах тяжелой музыки. Он выпускал альбомы таких известных групп, как Entombed, Boltrower, Morbid Angel и многих других. Кстати, лично я считаю Morbid Angel унылым говном. Я заранее прошу прощения у потлатых любителей настоящей музыки и прошу при встрече бить не особо сильно. Так вот, возвращаясь к War In My Head. Классинку можно охарактеризовать как очень быстрый хардкор панк. Я же предпочитаю называть это фасткором. Как подсказывает всезнающая нейросеть, фасткор — это музыкальный стиль, который представляет собой форму экстремального хардкор панка с более высоким темпом и более интенсивными ритмами по сравнению с традиционным хардкором. Фасткор характеризуется быстрыми темпами, короткими интенсивными песнями, агрессивным вокалом и сложными музыкальными аранжировками. Этот стиль часто ассоциируется с мощным энергетическим зарядом и высокой степенью адреналина. Согласитесь, ничего не понятно. Но так как музыку слушают, а не читают, для расширения вашего музыкального кругозора я рекомендую вам послушать что-нибудь из мира фасткора. Например, сингапурцев Secret 7 или голландцев Vitamin X. Думаю, по этому отрезку даже слепой поймет, что альбом получился очень мощным. Слушатели на этой пластинке ожидают более получасо-интенсивной хардкор-атаки на разнообразные жизненные темы. Но, к сожалению, вместо дальнейшего взлета к славе началось падение. После этого в группы вышло две эпички сомнительного качества уже с другим лейблом. Дед что-то совсем не чувствуется с огонька. В 92-м году группа развалилась, и больше не собиралась. Несмотря на печальный финал, вклад Intense Degree в британскую андегранную сцену заметен, а их музыка остается частью истории британского хардкора. Больше рассказать об истории группы мне особо-то и нечего. Но я не могу не упомянуть тот факт, что в составе группы были не только противные мужики. На бас-гитаре в Intense Degree трудилась очаровательная барышня Лиза. Или Лиз на британский манер. Я подозреваю, у кого-то сейчас появилась крошиха, да? Лично я с Intense Degree первый раз познакомился, кажется, в 2009-м году. Через вся форма в поисках интересной музыки я скачал из интереса War on My Head, послушал несколько песен, и в смысле, вроде бы прикольно, благополучно забыл на долгие годы, пока в 2013-м году заново не приоткрыл этот альбом. Это я сужу по своему Last.fm. Можете, кстати, на него тоже подписываться. Я там, правда, не тусуюсь, но вы хотя бы можете смотреть, какую музыку я слушаю в тот или иной момент времени. Тогда я стянул из интернета всю дискографию Intense Degree и ходил, как напыщенный гусь, гордясь своим тонким музыкальным вкусом, который не все поймут. Новый виток любви случился в 2017-м году. Копаясь в развалах какого-то оффлайн-музыкального магазина, я внезапно наткнулся на сборник Grand Madness at the BBC просто в идеальнейшем состоянии и в тот же день приобрел его к себе в коллекцию. Если кто не знает, это компиляция, выпущенная тем же Ирой Крекордс в 2009-м году. Она содержит живые записи мастодонтов экстремального жанра, таких как Напалм Дэв, Каркас, Экстрим Ной Строр и, естественно, Интенс Дегри в гостях у Джона Пилла. Записано это было с 1987-го по 1990-е годы, так что любители исключительно новинок музыкальной индустрии могут смело ставить дизлайк и отписываться. Копилляция реально отвал всего. 8 лайвов топовых команд в костях у Джона Пилла, 3 диска, 118 треков и все это с вот таким-то оформлением. К счастью, не было предела. Кстати, рука на этом фото моя, так что когда я стану слебой, то, пожалуй, продам это фото на каком-нибудь NFT-аукционе за пару биткоинов. Ну что, друзья, это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лось, подписаться на канал, а если очень хочется подискутировать, то welcome в комментарии. Также можете подписываться на телеграм-канал, там будет весело, я гарантирую это. С вами был Рома, ваш контркультурный гид. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok